МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Весть через 80 лет. На Богородском кладбище в Рязани перезахоронили останки нашего земляка, погибшего в Великую Отечественную. Почти 2 миллиарда рублей в плюс рязанский бюджет получит поддержку из федерального центра. В поисках утраченного рязанские полицейские вышли на след очередных телефонных мошенников. Колорист и цветовик в Рязанском художественном музее презентовали уникальные работы Петра Буткина. Дирекция благоустройства Рязани приступила к устройству и подключению новогодней иллюминации праздничных уличных фигур. Старт прошел одновременно по всему городу. В Верхнеградском парке последние приготовления к Новому году. Первая елочка Рязани зажглась именно здесь. Для этого места, кстати, она вообще первая за всю историю. Наташин, как его еще называют, парк к новогодним гуляниям уже фактически готов. По городу установлено 35 елок, как мы обещали. В соответствии с этим, с 10 числа по поручению главы администрации мы начнем уже включать всю иллюминацию к Новому году. Для того, чтобы, конечно, повысить и настроение у жителей. И, конечно, в преддверии Нового года, когда этот праздник больше напомнил большинством, мы говорим о том, что, конечно, ждем исполнения новых желаний, чего-то нового. Поэтому администрация к этому подходит очень творчески. Повышать настроение горожанам будут и новогодние уличные сюрпризы. Сразу несколько арт-объектов. Гирляндами и разноцветной подсветкой расцветут привычные взоры. Рязанцев фонтаны, горящие цифры, фигурки медведей. В общем, все будет наполнено символизмом. Очень много предпринимателей поддержали нас в плане украшения города. Поэтому достаточно много будет повешено еще гирлянд на деревьях. Будут установлены различные навесы цветовые. Поэтому город будет украшен. Я думаю, что к 25 декабря жители будут приятно удивлены к тому, что администрация именно постаралась в хорошем настроении, с хорошими пожеланиями войти в Новый год. 25 декабря – дата не случайна. Именно в этот день город должен стать по-настоящему праздничным. Вне зависимости от погоды. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На Богородском кладбище Рязани перезахоронили останки нашего земляка, бойца Красной Армии Ивана Забабурина. До ноября 2019 года он считался пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной. Но поисковый отряд «Василий Островец» вернул славу погибшему герою. Герман Гущин подробнее. 24 ноября 2019 года в Кировском районе Ленинградской области поисковый отряд «Василий Островец» обнаружил останки красноармейца. Там же был и найден так называемый смертный медальон солдата – записка в гильзе от немецкого карабина. Красноармейца Забабурина нашел отряд «Василий Островец». Это питерские поисковики, наши друзья, коллеги, которые обеспечивали, так скажем, дорогу домой, то есть и подъем, и транспортировку его до Рязани. Был найден воин в 2019 году, видите, а сейчас захоронение только в конце 2021-го. То есть дорога домой заняла не один год. Родственники тоже нашлись не сразу. То есть сначала нашелся солдат, и потом уже сами родственники вышли на информационный посыл, что мы ищем родственникам. Лишь спустя два года поиска удалось найти родственников бойца. Его правнуками оказались боевые офицеры, которые и нашли на специальном сайте информацию о том, что поисковые отряды ищут родственников. Это мой родной дед. Это материн отец. Ну что помню, как рассказывали, забрали на фронт и без вести пропал в 1942 году. Мать искала, к брату в Москву ездили. Он тоже участник. Ну, 61-й год там, как говорится, только страна подымалась. Архивы, может быть, так не были открыты. География проживания семьи Ивана Забабурина обширна. Младшая дочь героя жива и проживает во Владивостоке. Ну, какие эмоции? Горл к кому. Вроде бы в возрасте, а слезы. Нашли, потому что, как говорится, дочь его, говорит, хоть нашли, допустим, что уже не без вести пропавшие, а, как говорится, останки захоронили. Церемония захоронения прошла на Богородском кладбище Рязани, где Ивана Забабурина похоронились с военными почестями. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области Николай Любимов специальным постановлением утвердил повышение квартплаты примерно на 4%. Постановление губернатора о предельных индексах роста тарифов официально опубликовано на сайте правительства Рязанской области в четверг 9 декабря. Плата вырастет с 1 июля следующего года. Если говорить конкретнее, то самым пугающим выглядит повышение тарифа на отопление без малого на 10%. Начисления на электричество вырастут на 5%. Вывоз твердых коммунальных отходов на 4%. Почти настолько же подорожает водоснабжение. Газ ограничат 3%. Одновременно с этим может повыситься и плата за аренду квартир. Эксперты считают, что это может произойти в том числе из-за предложения Минстроя России ввести законопроект о штрафах для сдающих квартиры без договора. Якобы сейчас из-за того, что многие сдают квартиры нелегально, бюджет страны недополучает до 162 млрд рублей в год. Контролировать рынок депутаты предлагают с помощью специальной информационной системы. Тех, кто попытается уйти от контроля, будут штрафовать до 50 тысяч рублей. Бюджет региона станет больше на 1,862 млрд. Об этом на правительстве заявила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Это прогнозные планы ближайшего года, которые позволят существенно нарастить расходную часть. Возможно, дополнительные деньги понадобятся на обустройство уличного освещения. Этого требуют жители города. Николай Любимов привел не очень приятную статистику. Почти треть всех детских площадок в Рязани не отвечают требованиям безопасности. С этих пугающих цифр начал Николай Любимов. Во избежание детского травматизма все игровые зоны нужно взять под персональный контроль, заявил он. Следующая статистическая выкладка губернатора тоже не порадовала. По его словам, только в ноябре на проблемы с уличным освещением от рязанцев поступило 384 жалобы. И почти 1800 за весь год. Рязанцы хотят жить в городе, где комфортно, удобно и безопасно, самое главное. Рязань у нас областной центр, мы живем в 21 веке, когда проблем с освещением улиц уже в принципе быть не должны. Вариантов решения вопроса тоже очень много. А вот дальше цифры пошли приятные от министра финансов. Во-первых, еще в этом году региональный бюджет станет больше на 800 с лишним миллионов рублей. Это целевые средства из федерального центра на агропромышленный комплекс и в дорожное хозяйство. Получат примерно поровну. Да и в целом прогноз на увеличение казны позитивен. Ее сумма в ближайшие годы возрастет на миллиард 800 миллионов. Экономика, несмотря на непростое время, движется вперед, развивается. И тому подтверждение, собственно говоря, дополнительные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. Миллиард 800. Очень серьезная сумма, очень серьезный рост. Я считаю, что об этом должны многие знать и оценить. На самом деле, те меры, которые предпринимаются на уровне федеральном, правительством Российской Федерации по поддержке наших малых, средних предприятий, крупных предприятий. Ну и, конечно, на региональном тоже, на нашем уровне. Это самый основной показатель, я считаю, успешности предпринимаемых мер. Дополнительные деньги, понятно, потребуют нового перераспределения. Николай Любимов пообещал его сделать в пользу социальных обязательств. Максим Васильев, телекомпания «Город». Либо соответствует... Мошеннические схемы, видимо, никогда не устареют. Каждую неделю статистика обманутых рязанцев пополняется новыми жертвами. О новых преступлениях в следующем материале. Меня позвонили по телефону. Мы задержали вашего товарища. Взяли у него документы, он выпивший, и разговаривал, мол, по телефону в машине. Такой звонок поступил Надежде Кузнецовой еще в середине ноября, меньше месяца назад. Мужчина на том конце провода сказал, что задержал пьяного зятя Надежды. Ему даже трубку дали, мол, поговори с родственницей. И тот сказал, что в сложившейся ситуации помогут только деньги. «Бабуль, ты не расстраивайся, но у меня срочно надо 50 тысяч. Ну, 50 тысяч я вроде бы как собирала на похороны себе. Думаю, ну ладно, 50 тысяч, куда бы они не шли. Говорю, ладно, ладно. Сейчас, значит, они забирают у него трубку, и я, значит, уже говорю, а кто вы есть-то спрашиваю. Он говорит, ну как, пост на ГАИ». За деньгами должен был явиться курьер. Притом, не просто прийти, а сказать пароль. Я от Сергея Борисовича. Прибыл на удивление быстро. Пароль произнес, деньги получил и был таков. А Надежде снова позвонили. Якобы инспектор сказал, что к нему приехало начальство. И сотрудники из других ведомств. Поэтому денег нужно больше. «Надо еще 100 тысяч. Я говорю, у меня таких денег нет. Бабуль, ну, как ты, куда там не шло, но 50 тысяч надо. Я говорю, ну, где же взять? Ну, говорю, пойду занимать. Что же делать, денег нет. Бабуля, мы ждем. Мы ждем, иначе сейчас нас тут вообще не знаю, чего там с ними делают». За второй половиной суммы пришли также по паролю. Забрали деньги и больше не звонили. Тогда Надежда позвонила сама. Сначала сыну, а тот уже зятю. Мужчина прибежал к бабушке в считанные минуты. Опасения подтвердились. Никакого задержания не было. Звонили мошенники. Но и на таких сегодня есть управа. «Полиция сказала, что мы сейчас все силы бросим на поиски. Потому что, говорят, мы не одна, а очень много жилых людей. Вот так вот на это. Обманывают, значит, и берут эти деньги. Очень много. Стражи порядка не обманули. Курьера, который забирал деньги у Надежды, нашли меньше, чем за месяц. Вот он, парню 20 лет, он в 4 раза младше пострадавшей. Для него забирать деньги у пенсионерок было обычной работой. Данную работу я нашел на Авито. Она обозначалась с курьера. Я написал, получается, на нее, и мне сразу откликнулись. Я согласился с работой. Мне сказали, что надо собирать будут всякие бумаги или посылки. Получается, до определенного числа я собирал денежные средства, пока я не понял, то, что я делаю неправильно. Получается, я занимаюсь мошенническим действием, собираю деньги у пенсионеров. Свою вину я полностью признаю, раскаиваюсь и обещаю больше так не делать. От рук раскаившегося курьера пострадало две пожилые рязанки. Суммарно они отдали порядка 400 тысяч рублей. Если на ваш телефонный номер поступил звонок с сообщением о том, что ваш родственник попал в беду, необходимо прекратить данный разговор, позвонить вашему родственнику или его коллегам по работе, или друзьям, и убедиться, что с ним все в порядке. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников. Но курьер – это лишь звено огромной цепи. Деньги он отправлял по номеру карты на Украину. Теперь за соучастие в мошенничестве молодому парню грозит до пяти лет. Распутать весь клубок – задача непростая. Но в Рязани уголовные дела, которые заканчивались поимкой преступников, уже есть. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В поселке Красный Восход забил самый настоящий фонтан. Все дело в том, что при строительстве дома сваями пробили водопровод, которого не было ни в одном плане. Местные власти на аварию отреагировали вяло, как и на другое обращение граждан. О возведении асфальтированной дороги на одной из центральных улиц поселка и установке фонарей освещения. Почему в Красном Восходе по-прежнему темно, выяснял Герман Гущин. Я купила участок, на котором не было по документам никаких сервитутов, обременений. То есть ничего не предвещало беды. Мы разметили по СНИПам все отступы с блюли, стали крутить свай. И тут практически на последних сваях у нас выяснилось, что пошла вода с сильным напором. Фонтан на участке буквально ошеломил хозяев. По словам Юлии, вода хлистала из земли около трех часов. Из местных инстанций реакции не было вообще. Даже мастер-ремонтник появился на участке лишь к концу рабочего дня. Да и то без нужных инструментов. Дальше больше. На бумаге оказалось, что фонтан этот фантом. Юридически оказалось, что этой трубы как бы нет. Но она как бы есть. По факту она есть, а по документам ее нет. Проводил эту трубу ЖКХ ворские. А потом не закадастрили глава, либо ЖКХ ворские. Не поставили на кадастровый учет. То есть на учете ее нету, на балансе. А поляны, что получили, то и получили. По факту в Куме Рязанского района мне тоже объяснили, почему нет сервитута на Магадетском участке. Объяснили, что тоже не получили данных от Горина. То есть все ведет к Горину. Это ваша глава? Наш глава, да, Александр Николаевич. И по сути, если у меня сейчас все-таки провалятся сваи, то мне придется, наверное, судиться с поселением, либо с ЖКХ ворских, который уже обанкротился. Покопавшись в документах, Юлия выяснила, что подземный водопровод, объект частный, труба соседа, которую он когда-то самовольно проложил. В наше время все может быть. Когда вложили трубу, этого участка не было еще. Это было за пять лет до формирования этого участка, даже больше. А поставить на кадастровый учет обязан сейчас тот, кто отвечает за эти сети. Мы 1 января все передали в Рязанский муниципальный район. Вместе со схемами, со всем. Впрочем, кавардак с незаконными объектами в поселке с громким названием «Красный восход» не единственный. От улицы Православной осталось одно название. Дорог здесь нет. Одно направление. В большой луже грязи. А уж про фонари здесь поминают лишь старожилы. У всех проблема с дорогой. Насколько нам известно, вы решили свою часть дороги. Какую проблему? Что вы можете добавить? Вы сами видите, в каком состоянии у нас дорога. Поэтому, чтобы как-то по-человечески жить, в два этапа мы отсыпали дорогу за свой счет. Но сами понимаете, это не решает всей проблемой. Вот мы шаг шагнули и опять в этой непролазной грязи. То есть я даже не к соседке подойти, никуда. Но это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, что у нас нет никакого освещения. То есть я вот пользуюсь общественным транспортом. Общественный транспорт ходит по улице ветеранов. Поэтому две улицы мне нужно пройти в абсолютной темноте, которая наступит в пять часов вечера. На улице Православной Надежда проживает уже несколько лет. И все еще стучится в закрытые двери местной администрации. В этом году терпение жителей лопнуло. Отсыпали дорогу сами. Как говорит Надежда, удовольствие это не из дешевых. По 12 тысяч рублей с дома. Кроме того, здесь научились пользоваться своими лайфхаками. Я вот здесь летом укладывала кирпичики, для того, чтобы хоть как-то было более-менее комфортно ездить по нашей дороге. Потому что участок достаточно в низиной местности находится. Из-за того, что дожди по осени и неразливы, все-таки талая снег и так далее, каким-то образом нашу дорогу приводят в негодность. Мы как-то пытались ее подсыпать. В частности, я перетаскивала кирпичи. А после того, как здесь проехало несколько единиц тяжелой техники, дорога вообще просто вся превратилась, вот вы видите во что. То есть мы далеко достаточно поставили машину. Прошли по такой колейной, дикой, вообще просто грязной дороге, для того, чтобы добраться до участка. Официально свет придет на православную лишь через два года. Дорога, возможно, еще годом позже. Да и то при наличии первоначального взноса от самих восходцев. Ну а пока резиновые сапоги и фонарики – главные проводники православной в любое время суток. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Документальную драму «Дорога домой» представили в областной библиотеке имени Горького. Боевой путь молодого рязанского парня Арсения Благонравова, воссозданный авторами. По письмам «Домой» архивным материалом выглядит не просто реалистично, но и пронизан настоящей любовью к родине, солдата, так и не вернувшегося с войны. Наша съемочная группа была на премьерном показе. В основу фильма «Дорога домой» легла книга журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой». Составлены из 150 писем фронтовика рязанца Арсения Благонравова. Он двоюродный брат моей бабушки. Все 150 писем хранились в такой картонной коробочке у нас дома. Из поколения в поколение они передавались. И в какой-то момент я решил их как-то разобрать, перебить на компьютер, отсортировать. Совершенно случайно это совпало с интересом другого рязанского журналиста Евгения Баранцева, который занимается историей Великой Отечественной войны. Просто в письмах и у родителей Арсения не было никакой информации от официальных источников, ни от военкомата, ни от госпиталей, ниоткуда. Похоронки на него не было. И было только последнее письмо, которое пришло из Беломорска, с берега Белого моря. По почтовому номеру Евгений Баранцев сумел выяснить, куда Арсений со своим полком попал. Нашлись документы, подтверждающие, что младший лейтенант выбыл по ранению в госпиталь 10 октября. С 9 на 10 число в тех краях как раз произошел кровопролитный бой, в ходе которого, скорее всего, и был ранен рязанский парень, после чего его след потерялся. Здесь документальные эпизоды сочленяются с художественными, с реконструкциями событий времен войны. Путь главного героя Арсения Блаконравова проходится как бы в двух исторических параллелях. В параллеле сегодняшнего дня, расследования, которые ведут журналисты, и в параллеле 41-44 годов, когда показывается сам жизненный путь Арсения. Для документальной игровой ленты авторы книги придумали сюжет, в котором художественный прототип Арсения актер Вячеслав Журавлев повторяет фронтовой путь главного героя. Не было чувства, что где-то это додумано, докручено, чуть более героизировано, романтизировано. Нет, то есть реально как будто ты читаешь про своего друга, про своего товарища, который жил на соседней улице. Это был человек очень тонкой и душевной натуры, который попал в очень суровые, жестокие, такие вот черные обстоятельства. Но даже находясь там, он все равно думал о своих родителях, он не писал им, что мне тут плохо, а он писал им, я вот сходил в поле, набрал цветов, у меня все хорошо. Вместе с ним уже в наши дни дорогами войны проходят журналисты. Они исследуют обстоятельства жизни и исчезновения без вести красноармейца. Мы придумали для себя концепцию, что этот фильм должен быть снят рязанцами для рязанцев. То есть было важно, чтобы на экране оказалось задействовано как можно больше обычных рязанцев. Там это и школьники, и студенты, и люди самых разных профессий. И в большинстве своем они играли отнюдь не хуже, чем профессиональные актеры. Фильм «Дорога домой» – совместный проект издательства прессы и рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда». Поддержку проекту оказали правительство Рязанской области, Новорязанское ТЭЦ и Приу-Внешторбанк. Режиссером выступил рязанец Дмитрий Просуков, имеющий большой опыт работы на Мосфильме. Он же написал музыку. Главный оператор – Сергей Карпов. Фильм снимали в Рязани и Рязанской области, Новгородской, Вологодской и Мурманской областях, Карелии и Москве. Съемочная группа в точности повторила географию перемещений главного героя в 1942-44 годах. Общая работа над фильмом заняла почти два года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Известный советский искусствовед Урманов о творчестве рязанского художника Петра Будки написал, что все его работы сотворены с таким восторгом, как будто увидены человеком после длительного заточения или болезни, или как будто художник первым увидел мир после шести дней Божьего творения. Большинство картин кисти Будкина сегодня в частных коллекциях, но некоторые из его работ можно увидеть и в Рязани. Выставка к столетию мастера открылась в художественном музее. Первое, что обращает на себя внимание в зале – максимум цвета. Он колорист, он цветовик, это редко, это то же самое, что в музыке мелодист. Человек, который способен родить мелодию, запоминающуюся какую-то красивую, который будет жить с людьми. Если он берет цвет, то он его берет по-настоящему, это уже выражение такое профессиональное, в общем, взять цвет, создать колорит. Вот он красный, так это красный, если зеленый, то это зеленый, и он держит. После него, пожалуй, таких мощных цветовиков у нас в живописи, наверное, не было таких. Блестящий живописец Петр Будкин работал не для наград, званий или участия в престижных выставках, а ради живописи как таковой. Петр Ильич просто самозабленно любил живопись. Он отдавал себя целиком и не представлял, наверное, себе жизни без красок. Его отношение к миру было гедонистическим. Он принадлежал тому поколению, которое прошло через очень суровые испытания. Это и война, это и голод, и разруха. Он сам чудом выжил в послеблокладном Ленинграде, когда учился в институте Мерепина. И поэтому он умел радоваться самым простым вещам. Произведения художника лишены литературного подтекста, философской многозначительности, идеологической запрограммированности. Предметные композиции его натюрмортов предельно просты. В них находят отражение незатейливый быт 60-70-х годов и в то же время присущие людям той эпохи радость бытия. Столь же эмоциональные, выполненные на одном дыхании, этюды, пейзажи, виды окрестностей Рязани, Константинова, Алтая. А вот портретов в наследии Будкина осталось немного. Между тем, каждый из них отличается глубиной и выдает в авторе прекрасного рисовальщика. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова